Я всех приветствую и буду читать из Евангелия от Иоанна, 16 главы, 32 стиха. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Намужайтесь, я победил мир». В принципе, это последние слова Иисуса Христа перед Гефсиманией. После этих слов Иисус помолился первосвященнической молитвой в 17 главе, как мы знаем ее по такому названию, первосвященническая. И начиная с 18 главы мы видим описание уже Гефсимании, ареста, суда и так далее. То есть, в принципе, это последние слова Иисуса в плане учения, в плане наставления ученикам, сказанные в нормальной обстановке, сказанные, ну, в таком вот, скажем, учебном плане, в учебном процессе. Все остальные фразы Иисуса Христа, которые за этим последуют, они будут уже такие, ну, не будут нести вот такой, скажем, педагогической направленности. То есть, конечно, мы от них назидаемся и учимся. Мы учимся от первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Мы учимся из всего того, что Он сказал в Гефсимании и далее на суде и на кресте. Но в плане обучения учеников, в плане их наставления, это последние слова, согласно Евангелии от Иоанна. И вот здесь Христос подчеркивает и говорит, что «Я это сказал вам, чтобы вы имели во Мне мир», начало 33 стиха. То есть, Христос тем самым хочет выделить, что здесь, в этом месте, Он говорит что-то, что призвано сохранить мир в сердцах учеников, даже посреди скорби. Какая это может быть скорбь? Это может быть скорбь гефсиманская. То есть, в принципе, в Гефсимане они уже столкнулись с тем, что мир сей будет давать им скорбь, будет атаковать их. Эта скорбь может относиться к обычному, дежурному, так скажем, состоянию неудовлетворенности в этом мире. Потому что, если мы рождены свыше и мы любим Господа, то мы будем всегда испытывать дискомфорт в этом мире от Его несовершенства. То есть, эта скорбь как бы такая дежурная, постоянная. Ну и, конечно, это может быть великая скорбь. То есть, скорбь бывает разной. То есть, Иисус, предвидя, что это Его уже последние такие наставления, Он говорит, специально выделяет и подчеркивает, что «Я вот это говорю вам, что-то Он сказал такое, что призвано среди этих скорбей, гонений, посреди вот этого дискомфорта, посреди этих атак, дать нам прочный, незыблемый мир Христов, который превыше всякого ума». Что же это за фраза? Что это за высказывание? Оно чуть выше, в конце 32 стиха. «Но я не один, потому что Отец со мною». И вот это я вам говорю специально, целенаправленно. Вот эта фраза, или даже не фраза, а констатация факта «Я не один, но Отец со мною». Констатация этого факта должна дать вам мир, прочный, незыблемый Христов мир. Не такой, как дает этот мир скорбный, лукавый, а который «Я даю», говорит Христос. Я вот размышлял над этим высказыванием, которое Христос выделяет как нечто, способное дать нам фундаментальный мир. «Я не один, потому что Отец со мною». Казалось бы, что в этой фразе такого, значит, ну, я знаю, что Отец всегда был с Иисусом. Я знаю, что, как сказал Христос в одном из своих поучений, «Отец не оставляет меня одного, потому что я всегда делаю, что ему угодно». То есть это не секрет, что Отец Небесный всегда был с Иисусом на этой земле. Это вообще не секрет. Но эта фраза, она призвана не просто сказать, что «Да, Отец Небесный был с Иисусом». Она призвана нам дать пример. То есть этой фразой, этим высказыванием Иисус дает нам пример. Он бросает нам вызов. «Я не один, потому что мой Отец всегда со мной. И я вот это вам говорю специально, чтобы вы во мне имели мир». Другими словами, Христос бросает нам вызов и дает нам, показывает нам пример и говорит, «Ребята, вы можете достичь этого состояния. Вы можете, подражая мне, возрастая, прийти в то же состояние, о котором я сейчас говорю». И это состояние, вот такой стиль расположения сердца, такой стиль внутренней духовной жизни, он и является фундаментом прочного мира даже посреди скорбей, которые наполняют этот мир сей, в котором мы живем, век сей. То есть смысл этого высказывания не просто констатировать факт, что да, Христос всегда был с Отцом. Нет, смысл именно в том, чтобы дать пример, зажечь нас, бросить нам вызов, позвать за собой в это состояние. То есть мы призваны достигать того же положения сердца, того же состояния, которое было у Христа. И, конечно же, если мы будем рассуждать о Христе, о Его вот таком вот общении с Отцом, то мы сразу же ставим такую границу, да, мы ставим такую разделительную черту. Это Иисус, а это мы. Это Иисус, Он с детства, Он был рожден безгрешным, да, Он всегда имел это общение с Отцом. А кто мы? Мы грешники, да, там, спасенные по благодати, которые только стремимся к этому. Да, это так, мы только стремимся к этому. Но этим призовом Христос показывает, что это достижимо принципиально. Это достижимо. То есть мы должны в это, как бы сказать, возрастать вот в такое состояние. И вот я размышлял, знаете, над чем? Над фразой, которую мы часто используем в своем христианском лексиконе. Это присутствие Божье. Мы часто говорим присутствие Божье, присутствие Божье. И вот когда я смотрю на то, что здесь сказал Иисус, я думаю, что Он вкладывал в этот, значит, термин присутствие Божье очень такой конкретно, значит, специфический смысл. Для нас с вами присутствие Божье очень часто выражено, знаете, вот, либо это абстрактное присутствие Божье. То есть такое, да, Бог везде. Он везде присутствует, и я знаю, что Он сейчас со мной. То есть мы так констатируем факт, мы поем песни, да, там, Бог со мною, да, знаю я, Ты всегда со мной, обещание своему, Ты верен, да, то есть мы констатируем этот факт. Но это констатация факта, просто, ну, вот, про возглашение. Имел ли это в виду Иисус? Я думаю, что для Него вот это, значит, состояние, Отец мой всегда со мной, оно заключается в большее, чем просто констатировать факт. Чем просто сказать, ну да, мой Отец всегда со мной. Не просто сказать, это какое-то переживание, это какое-то внутреннее состояние, это какое-то познание внутреннее, духовное. Итак, с одной стороны, мы можем сказать, что, ну, то, что Бог всегда со мной, или Его присутствие, выражается в том, что я просто верю, что Он везде, и в том числе сейчас рядом со мной. Это один подход. Второй подход к присутствию Божьему, он такой более супердуховный. Присутствие Божье – это голоса, это видение, это мурашки. Вот если я не чувствую присутствие Божьего, значит, Бога с нами нет. То есть, существуют даже такие высказывания. Вот мы пришли на собрание, помолились горячо, и было так много Божьего присутствия. Мы часто слышим такие высказывания. То есть, видим, что с этой точки зрения присутствие Божье рассматривается как ощутимое физически, эмоционально, на уровне души и тела переживание. Но я думаю, что ни то, ни другое не имеет в виду Иисус Христос здесь. Я думаю, что Он не имеет в виду просто сухую констатацию факта, без каких-либо внутренних духовных чувствований. И в то же самое время Он не имеет в виду голоса, видения, какие-то сверхъестественные явления. Иисус Христос имеет в виду сердечную привязанность, стремление к сердцу Отца. Он всегда льнул к сердцу Отца, всегда находился в таком, как бы сказать, единении сердец. Я получил это откровение, может быть, его мы не видим так ясно, значит, выраженного в учении Нового Завета, но я лично получил откровение в последнее время, что именно это и подразумевается мой Отец всегда со мною. Когда на уровне сердца, на уровне духа, на уровне вот этой сердечной привязанности, мой Отец всегда со мною. То есть, очень часто, когда мы молимся, мы представляем себе Бога, восседающим, например, на престоле. Ну вот представьте себе Бога, как бы вы представили себе Бога. Ну вот, рассуждая о прошлой проповеди, да, там было видение Езекииля, там на престоле был сидящий, мы можем представлять себе престол, мы можем представлять себе Небесного Отца, знаете, в виде, ну, такого громадного человека, да, человека подобного, такого, ну, как бы, фигура такая, да. Мы можем представлять себе Небесного Отца, там, с бородой, еще как-то. Ну, в общем, фантазий очень много. Не нужно ничего этого делать. Чтобы быть в Божьем присутствии, чтобы иметь с Ним общение, нужно на уровне сердца стремиться к Отцу. И здесь имеется именно в виду сердце Отца. Не просто Бога в каких-то других атрибутах, да, там, Бога Вседержителя, Бога, значит, Творца, Господа Саваофа, да, там, Адонай, Элухим, вот эти все имена. Хотя это тоже все важно, ничто из этого не отнимается у Бога. Но здесь именно сердце Отца подразумевает Христос. Не просто констатировать факт сухо, ну, да, Бог со мной, и все, и пошел дальше по своим делам. Или не поиск каких-то вот таких супер духовных переживаний, там, когда на физическом, на эмоциональном уровне какие-то пробегают мурашки, там, и чувствования. Хотя я не смеюсь над этим, и я не осуждаю ни того, ни другого подхода. Но здесь имеется в виду, мой Отец всегда со мной, именно Отец. И вот сердце Отца, это именно то, как мы можем приходить к Богу. Понимаете, льнуть к Его сердцу, льнуть к этой любви Отчей, льнуть к этой доброте, льнуть к этому совершенству Его, да, именно сердце. Не пытаться представить себе лицо, да, там, усы, усы, бороду и так далее. Не пытаться представлять себе какой-то человеческий образ. А вот просто в сердце своем стремиться к сердцу Отца. Мое сердце стремится к Его сердцу, нежному, кроткому сердцу Отца, который любит нас, который простирается к нам. И мы на это порой просто не обращаем внимания. Мы Его уязвляем, мы Его раним, это сердце. Кроткое, чуткое, такое нежное сердце Отца, которое хочет нас объять, которое хочет, чтобы мы были на Его лоне, чтобы мы к Нему льнули. Вы обратили внимание, что слово льнуть происходит от слова лона? Лона это грудь, лона это территория, область сердца лона Авраамова. Помните, когда Лазарь был на лоне Авраамовым, на груди Авраама? Так же и мы должны льнуть, вот как Иисус. Иисус, он к этому был привычен. Понимаете, вот когда я задумываюсь над этим, Иисус был к этому привычен. Он с детства, у него как бы с самого юного возраста не было уже преград. Понимаете, мы родились в этом мире, у нас сразу преграда, мы устранены, мы отделены. А у него не было этой отделенности. Он привык к этому настолько, я употребляю фразу привык, почему? Сейчас объясню. Потому что Иисус, когда родился, мы понимаем, что он был стопроцентный Бог, никто этого не отрицает. Но в то же самое время он был стопроцентный человек, который должен был возрастать в познании. Писание говорит, он возрастал в премудрости и любви у Бога, ну и, конечно, у людей. То есть у него тоже был этап познания и возрастания. Но в этом этапе, на этом поприще познания своего, Иисус, конечно же, был намного успешнее, чем мы, потому что у него не было... У него изначальные предпосылки и условия были намного лучше. Безгрешный, значит, нелишенный присутствия Бога с самого начала. А мы можем войти в присутствие Отца нашего Небесного, прильнуть к Его сердцу, достичь Его сердца, наслаждаться Его сердцем, погружаться в Него внутренне, только благодаря Христу. Понимаете, в чем ценность жертвы Иисуса Христа? В чем ее превосходящая вот эта ценность, величественность? Он дал нам эту возможность приходить к сердцу Отца. И мы приняты им только благодаря жертве Христа, только благодаря Ей. Благодаря Его крови, кресту, Его мучениям. Мы приняты. И когда мы взываем А во очи, и Дух Святой к этому тоже направляет нас. Помните, в одном из посланий Павел пишет, что также и Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, и мы Духом взываем А во очи. То есть Дух Святой подключается к этому процессу. Так вот, Иисус с детства, Он был навык, навык к этому, привык. Да, Он с страданиями, Писание говорит, навык и послушанию. Но в то же самое время Он настолько привык, настолько свыкся, настолько для Него это было естественно для Христа, что когда Он был на кресте, на Голгофском, и какую-то секунду, или мгновение, или время какое-то, час, не знаю, сколько это длилось, Он вдруг ощутил отсутствие вот этого сердечного единения. То для Него это было мучительно, для Него это было еще больнее, чем физическая боль Креста. И Он воскликнул, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Уже не называя Бога Отцом, а говоря Ему Божие, потому что именно вот это единение с сердцем Отца, именно Отца, оно было потеряно. Осталось просто, Боже мой. А нам нужно с вами стремиться к тому же самому. Иисус здесь бросает нам вызов, дает нам этот пример. Для Него это настолько привычно, что вот лишение на какую-то секунду этого состояния, это значит было очень мучительно, смерти подобно, как говорится. А мы с вами крайне к этому непривычны. Для нас это не присуще, для нас это неестественно. Вот так вот льнуть в такой, знаете, нежности, в такой детской, в детском таком, знаете, мягкости, в такой льнуть к сердцу Отца. Это для нас очень как-то неестественно. Мы к этому не привыкли, к этим, да, многие говорят, к нежностям, телячим. Но именно к этому призывает нас Христос. Он в этом возрос, Он это познал, Он прошел этот путь, да, возрастания вот в этом таком состоянии, когда Он ленет к сердцу Отца, когда Он наслаждается этой любовью Отчей. И вот здесь вот в своей первосвященнической молитве Иисус это подтверждает в 17 главе, значит, в конце этой молитвы Он говорит, «Отче праведный, и мир тебя не познал, мир тебя не познал, а Я познал тебя, и сии познали, что ты послал Меня», говоря об учениках. Итак, в этом отрывочке Он говорит, «Мир тебя не познал, а Я познал тебя». Иисус говорит Отцу, обращается к Нему и говорит, «Я познал тебя». То есть, Его путь вот этот, детство, отрочество, юношество, да, то есть, возрастание, Он как раз и состоял в том, что Он познавал, Он ленул к сердцу Отца. И именно это и является тем Божьим присутствием, которому мы призваны. То есть, термин «Божье присутствие» нам нужно понимать правильно. Мы не должны представлять какие-то образы, мы не должны представлять какие-то фигуры, какие-то престолы, троны, да, там, перед которыми мы склоняемся, хотя это не запрещено, это нормально. Это нормально, если мы преклоняемся перед престолом Божьим, перед подножием Его, это нормально, если мы так себе представляем. Но помимо этого должно быть, знаете, не умственно, интеллектуально, а сердечно, вот это вот детское такое нежное, а воочи, с которым мы устремляемся и лнем к сердцу Отца. Иисус в этом возрастал, Иисус в этом был привычен, Он в этом вырос, Он в этом как бы был весь. Я познал Тебя, а эти сии ученики, они познали, что Ты послал Меня. То есть здесь Иисус не говорит, что ученики познали Тебя, Отче. Он говорит, ученики познали просто то, что Ты Меня послал, а им еще только предстоит Тебя познать. Смысл в этом, понимаете? То есть мир Тебя не познал, Я Тебя познал, находясь в этом мире, проходя этот путь, Я Тебя познал, возрос в познании Тебя, как Отца. А эти, они только познали, что Ты Меня послал, не более, но им предстоит еще только пройти этот путь. Он бросает нам вызов, Иисус, говорит, Я не один, Отец всегда со Мною, в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, Я победил мир. Я вот это Вам сказал, чтобы Вы в мире имели Мой Христов мир. И это очень актуально ввиду последних событий, которые мы переживаем, каких-то ограничений, какой-то изоляции. Мы чувствуем себя порой одинокими. Давайте в этом одиночестве, в этом уединении, таком вынужденном, мы взыщем сердце Отца. Это такая привилегия, я просто пользуюсь этим временем для того, чтобы иметь больше молитвенной жизни, больше молитвенного времени. И то, о чем я сейчас говорю, это мое личное переживание. Я в последнее время это переживаю. Когда уединение, когда кажется, Я один, но вспомни, что сказал Христос. Он сказал, Я не один, Отец со мной, и бери с меня пример, достигай того же самого, а в мире будете иметь скорбь. Мы, возможно, на пороге Великой Скорби сейчас находимся. И эти слова Христа как нельзя для нас актуальны. Итак, давайте мы встанем на этот путь познания, который прошел Христос, и который мы можем пройти. Нам нужно в это верить, нам не нужно воспринимать слова Христа абстрактно. Это не абстрактные отвлеченные фразы красивые, Мой Отец со мною. Это пример, образец, который Он хочет, чтобы мы следовали. Я хочу открыть вместе с вами еще первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна давайте откроем. Это будет 2 глава. 2 глава с 12 стиха. 2 глава с 12 стиха. 1 Иоанна 2, 12. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 2 Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. 3 Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Здесь Он перечисляет три категории духовного возраста. Это дети, отцы и юноши. И дальше Он повторяет, опять этот список повторяет в том же самом порядке. С конца 13 стиха читаю. 3 Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Вот это слово отроки, значит, я посмотрел греческий оригинал этого слова. И оказалось, что это не юноши и это не подростки. Это все еще малые дети. Может быть, чуть-чуть постарше тех детей, о которых сказано в 12 стихе. Здесь, начиная 12 стих, Он говорит, пишу вам, дети. А концовка 13 стиха говорит, пишу вам, отроки. Но слово дети в 12 стихе и слово отроки в 13 стихе, это в греческом языке слова-синонимы. Это все равно, что в русском языке сказать дитё и ребёнок. Вот есть слово дитё и слово ребёнок. Оба этих слова означают одно. Маленького человечка. Маленького человечка. Так вот здесь отроки, не нужно думать, что это подростки. Это не подростки. Это греческое слово, которое означает все еще маленьких детей. Поэтому, возвращаясь в конец 13 стиха, опять идёт этот список. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам Отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам Юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Итак, Иоанн здесь, тот же самый Иоанн, который говорил о словах Христа, призванных дать нам мир. Этот же апостол здесь перечисляет три категории духовного возраста. Это дети, отцы и юноши. И этот список повторяется два раза. Я не знаю, для чего это сделано, с какой целью, но в этом есть смысл. Может, Дух Святой когда-то откроет. Но, значит, перечисляет этот список два раза. И я обратил внимание, какие характерные черты присущи тому или иному возрасту. Вот если говорить о детях, первое, что характерно для детей, чем характеризуется, что присуще этому духовному возрасту. Прощены вам грехи ради имени его. То есть, духовный возраст ребенка, младенца, скажем, или маленького ребенка, он характеризуется вопросом прощения грехов. То есть, весь сыр-бор, вся деятельность, она вращается вокруг согрешил-покаялся, согрешил-покаялся. То есть, вот в этом пребывает и познает вот это, да, маленький ребенок духовный. Отцы, сказано, вы познали сущего от начала. Или во втором списке, чуть пониже, сказано, опять же, об отцах, вы познали безначального. То есть, для отцов характерно состояние, да, когда они познали не просто отца. Не просто отца. А познали Бога во всей полноте. Безначального. Сущего от начала. То есть, со всеми его атрибутами. Бога Авраама Исаака Якова, Бога Творца в Эдемском саду, да, Бога, который восхитил Еноха, Бога, который повелел Ной построить ковчег. Вот, начиная с тех времен и во всей полноте, Бог Саваоф, Бог Адонай, Егова, Ира, да, и так далее. Все вот эти имена, характеризующие Бога с разных сторон, с разных, значит, позиций. Отцы, они характеризуются или присуще многостороннее, многогранное познание личности Бога. Вот. А юноши, юноши характеризуются тем, что они победили лукавого, потому что Божье Слово пребывает в них. То есть, вот три состояния. Дети, которые в одном месте названы детьми, в другом отроки. Но эти отроки, это малые отроки, это не подростки. Эти отроки, может быть, чуть-чуть постарших тех детей. То есть, это дети все. Итак, дети, у них чем, значит, опять же, повторюсь, чем характеризуются? Они решают вопросы прощения грехов, находятся в этом постоянном состоянии, покаялся, согрешил, покаялся. А также они на этапе, скажем, на стадии познания отца. Вот что интересно. Именно дети отроки, дети отроки, они с грехами разбираются и познают отца. А уже юноши, они победили лукавого. Они победили лукавого. Да, возможно, они согрешают время от времени, но не так, как дети. То есть, намного меньше, это реально. Это, ну, очевидно. То есть, юноши, значит, они победили лукавого. А отцы, духовные отцы, они познали безначального. И вот если примерять эти возрасты духовные к нам, ну, по крайней мере, к себе я примеряю, то я вижу, что я на уровне детей. Я не могу сказать о себе, что я победил лукавого. Вот кто-то может из нас с вами поднять руку и сказать, я победил лукавого. Ну, вряд ли мы можем так сказать. Вряд ли. Нет такой еще уверенности. Да, мы на пути к этому, мы, скажем так, ну, входим в это состояние периодически. Но сказать, что мы победили лукавого уже окончательно, мы не можем. А тем более, что мы познали Бога безначального со всеми его атрибутами и качествами. И так мы находимся где-то на уровне, на этапе, да, в этом, скажем, состоянии, когда мы разбираемся с нашими грехами. Но мы находимся на внешнем дворе, мы мало поклоняемся, мы не умеем поклоняться в духе и в истине. Мы не умеем льнуть к Отцу нашему, да, вот в этой нежности, искать этой его любви отчей. Здесь дальше написано, смотрите, вот прямо здесь же написано. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит в мир, в том нет любви отчей. Такой человек, который любит мир, он не может пережить любви Отца. Он не может пережить его сердце. Вот этого любящего Отцовского сердца, такого заботливого, теплого. Не может пережить. Потому что он любит мир. Мир сей, всего похотями, всего, значит, завлекаловками, человека, ну, просто лишает возможности пережить вот это потрясающее, иметь это потрясающее переживание сердца Отца. Не просто образы какие-то рисовать, не просто какие-то супер-пупер-видения, да, там какие-то, я не знаю, переживания, а именно переживания сердца Отца. И вот это то, где я вижу, мы сейчас, ну, по крайней мере, я сейчас нахожусь. Это то, к чему я сейчас, ну, чувствую, что призван. Это последнее мое переживание, которое я имел вот в молитвах моих последних. То есть я чувствую, как Дух Святой меня просто ведет в это, да, я взываю А во очи, я чувствую вот эту реальность, реальность того, что написал апостол Павел. Это не просто слова для меня, да, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Я просто чувствую себя этим детем. Да, таким, может быть, слепым, да, там, непонятливым, неразумным, но в то же самое время способным воспринимать сердце Отца, способным чувствовать это сердце. Это Дух Святой делает. И взываешь своим Духом А во очи. Не просто потому, что так написано, да, дежурная фраза молитвы там, идет молитва там на иных языках, потом А во очи сказал. Нет, а именно ты начинаешь это переживать. И поэтому я призываю себя и нас, да, как бы к молитве, к тому, чтобы находиться, находиться в этом процессе, значит, роста, возрастания. Возрастания. Нам нужно перестать, вот, как бы, поспешить к совершенству. Помните, как в послании к евреям написано? Поспешим к совершенству. То есть, хочу, чтобы мы с вами загорелись вот этим, не то, что даже видением, а не идеей, а вот этим обетованием Иисуса Христа. Да, он призвал нас к этому. Он сказал, вот это и есть то основание для моего мира, который соблюдет ваши сердца и ваши помышления во Христе Иисусе даже посреди великой скорби, да, или каких-то других скорбей. И поэтому, вот рассуждая, рассуждая над этими духовными возрастами, ну, я вижу, что, ну, еще, еще не победил Лукавого. То есть, Лукавый иногда догоняет. Еще не познал безначального, да, там, со всех сторон Бога не познал. Но хотя бы, хотя бы начать с того, чтобы постигать, постигать сердце Отца. И не уязвлять, не обижать его, не обижать его тем, что пренебрегать этим. Вот мы своим пренебрежением, мы просто уязвляем его любящее сердце. Он так к нам простирается, а мы уязвляем его. Поэтому поспешим к этому, друзья. Будем стремиться к такому присутствию Божьему. Я сейчас не осуждаю, там, стремление к дарам духовным, к каким-то проявлениям сверхъестественным, да, там, на физическом уровне, там, на эмоциональном. Нет. Я просто говорю о том, что должна быть и эта часть. Мы дети, да, мы дети. Пускай так, но нам нужно в этом возрасти. Нужно критически. Без этого, без этого, ну, как мы дальше будем двигаться и как мы дальше возрастем. Наша неспособность любить друг друга, наша неспособность быть мягкими, кроткими по отношению друг к другу, потому что мы не знаем этой любви Отца. Вот если бы мы ее познали, если бы мы исполнились этого, если бы мы, как бы, прочувствовали сердце, если бы мы прибыли в этом состоянии, да, когда мой отец со мной, не просто на словах, а вот в таком разрезе и в таком ключе, то многие вопросы бы у нас с вами просто автоматически снялись бы. И поэтому, да благословит нас Господь возрастать. Возрастать, привыкать, вот, навыкам приучать себя к вот такому состоянию. Мы привыкли, знаете, мы можем с вами совершать священодействие, мы можем с вами совершить какой-то ритуал, мы можем с вами, значит, провести прославление, поклонение, мы можем с вами провести служение. А как насчет того, чтобы жить в состоянии вот этого, значит, единения сердец? Как насчет того, чтобы льнуть к сердцу Отца, даже если мы там не проводим прославление и так далее? Вот в чем вызов, да, и вот в чем, значит, смысл высказывания Иисуса Христа, последнего его высказания перед Гефсиманией. Он сказал, я вам это говорю для того, чтобы вы имели во мне мир. Поэтому откликнемся на призов Христа, откликнемся на вот это величие Его жертвы, которое направлено на то, на кресте Бороса, за то, чтобы мы вернулись к сердцу Отца, чтобы мы имели вот это состояние, когда мы льнем, когда мы стремимся к нашему Авоочи. Поэтому, да благословит нас Господь! До новых встреч, до новых видео с Господом! Субтитры создавал DimaTorzok